Сегодня в Польше отмечают 70-летие освобождения Освенцима, одного из самых больших концентрационных лагерей нацистов во время Второй мировой войны. Памятные мероприятия начались с церемонии возложения цветов у Стены Смерти в музее на месте бывшего концлагеря. В ней приняли участие около 300 выживших узников. Они возложили венки из белых и красных гвоздик и зажгли свечи в память о жертвах геноцида. Торжественные мероприятия в Освенциме будут проходить в течение всего дня. Планируется, что в них примут участие делегации из 49 стран. Среди них 12 глав государства и представителей крупнейших международных организаций. Российскую делегацию возглавляет глава администрации президента Сергей Иванов. Отметим, что чуть ранее в Берлине Ангела Меркель заявила, что годовщина освобождения Освенцима должна напомнить мировому сообществу о цене человеческой жестокости. Освенцим – это напоминание о том, что люди могут сделать друг с другом. Черное пятно в истории человечества. В этот день, 70 лет назад, концлагерь перестал существовать. Этот урок истории заставляет в очередной раз задуматься о разрушительной силе двух величайших зол – исламского терроризма и антисемитизма. Через несколько дней после падения Освенцима миллионы людей съехались в Париж, чтобы во всеуслышание заявить. Мы хотим жить свободно и мирно. Сегодня мы все так же выступаем против варварства и ненависти людей друг к другу, будь то мусульмане, иудаисты, христиане или атеисты. Нужно быть в единстве. Продолжение следует...